Ну что ж, привет! Вот сейчас скоротаю время, да, Diablo 4. В принципе, в Лу Старк решил вернуться и сейчас опять ворваться. Давно еще в Лу Старк начинал играть, когда он только в России запускался. Это когда 2019 был или 2020, вот насколько помню, в конце года, в декабре, вот, то ли в конце 2019, то ли в конце 2020, в России игра запускалась. Вот с тех самых пор играл, а потом забывал на долгое время. И вот сейчас опять вернулся. В принципе, я сегодня уже сходил. Ну вот видите, как барыжу с зельями сильными глиницкая ведьма, то есть крафчу их в поместье. По КД прям полностью, у меня два слота. Полностью заряжаю зелья глиницкая ведьма, их потом продаю. Сейчас я уже продавать не буду, сейчас вот сегодня понедельник. То есть цена она в среду выше, да, когда обновление идет. И потом к следующей неделе она все снижается и снижается. То есть сейчас я уже вот эти вот зелья, да, продал, которые у меня сейчас на крафте стоят. Их я уже на следующей неделе, вот сейчас через два дня буду в среду продавать. После обновления, потому что после обновления все стоит дороже. Кстати, на заметку, да, про то, как делать деньги в этой игре. Такой варик где-то за два дня до ресета покупать, а уже в среду продавать, когда будет обновление. Тоже вот такая тема. Потому что сейчас уже и зелья эти дешевеют, и ингредиенты для них. Поэтому вот я ингредиенты скупаю, зелья не продаю и сейчас. Грискор у меня ровно 1370. Я жду пока новая неделя начнется. Вот я буду героик бегать. Героик сердца Ареи. И вот с него потом можно будет скрафтить новые шмотки. Не помню, как называется там новый сет. А, да, вот героик сердца Ареи, да. А там звездные пыльцы можно будет скрафтить. Но у меня сейчас попытки исчерпаны уже. Жду следующую неделю. Стоится наябнутый сейчас. Ну какой там гирскор. Сейчас у меня 1370, да. Я, соответственно, апнусь. Потом буду уже хранителей ходить повыше. Реиды бездны у меня откроются на 1385. Тоже тут лут нормальный. А пока что так. Я даже чертоги хаоса не всегда бегаю. У меня, в принципе... Да, у меня наследие уже вот. Яфонский союз на максимум забит на этой неделе. Вот, сегодня понедельник. И уже как бы все выполнено. То есть я, в принципе, дейлики не пропускаю. Всегда их делаю. Кстати, у меня какой-то дейлик доступен. В принципе, можно пойти сделать. Да, пойдем. Я покажу, как я копаю. Сейчас покажу. Я, в принципе, никакие профы другие не делал. Я только копаю. И все, только археологией занимаюсь. Какое у меня там, 20 или 30 какой-то. 37-й, а у меня 37-я археология. Ну, номинально 38-я, потому что у меня декоремесленный амулет. А так, да. Фактически 37-я чистая. Вот, я другие профы никакие не делал. Не вижу смысла. Только археологию именно делаю. Короче, по какому пути я вообще делаю? Я вот так вот двигаюсь. Копаю. Потом топешусь вот сюда. Вот в малом саду копаю. Там два подкопа. И потом вот тут вот прохожу. Потом топешусь сюда. И опять вот так вот. Короче, вы поняли. Ну, это лично мой путь. То есть можно, в принципе, наверное, без разницы, где в Папуанике копать. Ну, я вот копаю вот так. У меня сколько? 2900. Кстати, не забывайте сейчас покупать зелья на очки работы. Вот, вот эти вот коррекционные монеты сейчас, которые временные. За них можно покупать зелья на очки работы. Тоже не забывайте. Там три в неделю или что-то такое. У меня кирка, чтобы не прерывалась. То есть кирка с супер бронёй. Без неё я вообще не представляю, как бы я копал. Блядь. Вот так вот мобы они типа всегда станет будут. Видите? В стене прижимать. То есть вы копать не сможете, если у вас кирка без этой херни, без супер брони. Придётся постоянно мобов зачищать. Да даже вот сейчас у меня мобы стонтят. Очень сильно мобы мешают на самом деле копать. Ну, что же делать? Как-то надо голду зарабатывать, поэтому. Как-то так. Опа-на. Сундучок. Это вроде первый за сегодня. Хорошо. Так, я вроде чертоги хаоса отбегал. Да, отбегал. Тоже чертоги хаоса важно. Там всё-таки карта тоже выпадает. Ну, всё равно там такая себе награда, если штоков хаоса. Но я бегаю всё-таки один раз в день можно отбегать. А так, деньги вот из сильных зелий Гринская ведьма в поместье Крапчо. Я пробовал маленькие зелия, но с них вроде не такой профит. Поместье качается. Я хочу его потом расширять, чтобы больше можно было сразу зелий юзать. А, кстати, мне тут мобов надо убивать точно. Такой рейнджер у меня через орла, через вторую модель. Вроде нормально. Если что, можно копать без поиска, то есть без эхолокации. Я сам раньше об этом не знал. Я думал, что обязательно эхолокацию юзать. Ну, если ты... Так, сейчас. Изи. Если ты знаешь, где подкопы, то можно без эхолокации копать спокойно. Не проблема. У меня донатная фича вроде есть. Как она там называется? Дары Беатрис. Это я ни разу не донатил, то есть за халявные кристаллы купил. А, нет, обманываю. Я донатил. И когда только игра в России выходила, я ранний доступ донатил, чтобы получить. Я не помню, сколько стоило. Тысяча рублей или сколько там? Тысяча девятьсот. Я еще что-то показать вроде хотел. А, да, я понял, что я хотел показать. У кого-то может возникнуть вопрос, где тратить вот эти вот монеты, которые сейчас акционные, донатные. Блядь, как это назвать? Короче, которые монеты сейчас выпадают по... временному событию. Где эти монеты использовать? Вот, обмен. Агент Гран-при. Вот он находится вот тут у портала. Вот тут, то есть можно... Где тут в обмене? Можно вот разведенную настройку серебрялиста покупать. Еще есть эссенция, кстати, мастера ремесел тоже. То есть, опять же, вот что нужно, можно найти. Опять же, серебро тут есть, энергокорм, ну, это такой вот параша какая-то. То есть договоры Финского союза. Но я вот именно только на эссенцию мастера и на разведенную настройку тратил, в принципе. В остальном особого смысла не вижу. Есть крафт-ресурсы. Но, опять же, они мне не нужны. Пока что, по крайней мере. В принципе, как-то так. Жду Диабло 4, конечно, жду, пока уже выйдет. Очень хотелось бы посмотреть. Посмотрите ролики, до этого есть, где я Диабло 4 пробовал, то есть на бете играл. Есть у меня ролик, как купить Диабло 4 в России, если что, если кому надо. Вот такая у меня колода тут простая. Да, тут, в принципе, вот как-то так. То есть, ничего особенного, да, тут, так скажем, небольшой расход. Тут мне уже надо, чтобы дальше по сюжетке двигаться, опять же, гирскор качать. Да, дары Биатрис, кстати, это за бесплатную, за бесплатные, опять же, кристаллы купил. То есть, даже именно на это не донатил. То есть, очень просто. Можно это получить, даже не донатя. А так, как-то так. Если какие-то донаты, знаете, ой, точнее, эти крафты какие-то выгодные, то, опять же, в комментариях пишите. Будет интересно. Так, да, сильное зелье глининской ведьмы вроде такое оптимальное. И поместье не надо сильно качать для этого. И вроде нормальные деньги можно делать. Но, опять же, надо по времени смотреть. То есть, на старте, когда неделя обновляется, в среду наиболее профитно. В среду, четверг, пятницу наиболее такие высокие цены. То есть, в итоге лучше перед средой закупаться и уже в первые дни ресета продавать, опять же, если крафтом зарабатываете. А так, в целом, как-то так. Буду сейчас гирскор повышать тоже. Чтоб новые активности открывать. А так, в целом, да. Как-то так. Как-то так. Как-то так.